Грузы будут ехать, когда откроют именно этот третий проспект. Транзитно через Томбол. Слева здание, где офисы, а справа две одинаковые труп-тавы принадлежат на Доналд Трампа. Принадлежат на Доналд Трамп. И они тоже офисные здания. Вот эти справа, нижние этажи торговых центров. И, наверное, дорогие гости заметили, по левой стороне в отдельных полосах ездят автобусы без пробка друг за друга. И мы эти автобусы называем метробасы. Вот видите, как друг за другом ездят без пробка. И связывают азиатско-европейской части. Поэтому большая часть от жителей использует этого транспорта. Мы про общественного транспорта поговорим, а сейчас не пропускаем. Справа. Проезжаем овальные здания. Это самый большой суд в Европе. Когда в 2011 году открыли этот суд, президент Эрдоган говорил, что построили большой суд в самой большой Европе. Мы интересовались, почему у нас в Стамбуле такое большое здание суд построили. Может быть, преступность у нас высокая по сравнению с остальными европейскими городами. Дорогие гости, оказалось, что здесь объединили пять судных залов. Поэтому большое здание построили, большой суд, чтобы жители, адвокаты было легко добраться. Потому что, видите, здесь ездят эти длинные автобусы-метробасы. По сравнению с европейскими городами, преступность меньше. Да, проезжаем. Смотрите, справа и слева висячие сады. Это живые растения, которые поливают. Каждый год эти сажают, меняют и поддерживаются от нашего муниципалитета. Проезжаем справа в мост пятый, который на заливе Золотого Рога. И везде заканчивает бухта Золотой Рог. А по левой стороне, видите, каменные здания. С 19 века султан Абдул-Меджид приказал дома для престарелых. И до сих пор функционеры, как дома для престарелых, оказывается, что в османское время султаны выделяли деньги для социальных нужд, для престарелых и для бедных. Мы сейчас проезжаем опять бухта Залив Золотой Рог, которую турки называют Халич. Залив Золотой Рог имеет форму на рог и протяженности 8 километров. Пять мостов находятся на заливе. Мы проезжаем четвертый, пятый. Видели? Неопросто.